Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Галина Топилина. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Ремонт дорог, строительство школ и детских садов, вывоз мусора. Глава Самары Елена Лапушкина в рамках встреч с жителями пообщалась с сотрудниками Приволжского гидромедцентра и обсудила решение актуальных проблем. Отчитались об исполнении городского бюджета за первое полугодие и внесли изменения на дальнейший период. В городской думе состоялось заседание парламента. Отработали два сценария ЧАЭС. В школе номер 148 прошли всероссийские учения по антитеррористической безопасности. В РИО губернатора Вячеслав Федорища встретился с генеральным директором госкорпорации «Роскосмос» Юрием Борисовым. Они посетили и Самарский завод «Прогресс», обсудили развитие предприятия и всей отрасли. Перед Самарским заводом стоят стратегические задачи по созданию космического ракетного комплекса «Амур-СПГ». Государственный контракт на разработку технического проекта был подписан в марте прошлого года. Глава региона отметил, что по линии Госсовета готовы вырабатывать необходимые предложения по развитию отрасли и доводить их до федерального правительства, чтобы эти решения были приняты. В рамках встреч с жителями промышленного района Самары глава города Елена Лапушкина пообщалась с сотрудниками Приволжского гидрометцентра. Работники учреждения задавали вопросы, касающиеся ремонта дорог, строительства школ, вывоза мусора, безопасности в школах и детских садах. Обо всем подробнее в нашем сюжете. Ремонт дорог, строительство школ и детских садов, вывоз мусора. Глава Самары Елена Лапушкина в рамках встреч с жителями пообщалась с сотрудниками Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Многие сотрудники учреждения живут в промышленном районе. Одна из сотрудниц спросила, когда будет отремонтирована улица Аменева. Елена Лапушкина пояснила, что уже на этой неделе рабочие приступили к укладке асфальта и рассказала, как формируется список дорог для ремонта. Чтобы вы понимали, мы считаем трафик, мы считаем общественный транспорт, мы считаем социальные учреждения, которые находятся на той или иной дороге и стараемся их в первую очередь отремонтировать. Ну и, конечно, предписание ГИБДД, которое тоже смотрит за аварийностью и которое ориентирует нас, какие дороги и тротуары в первую очередь необходимо сделать. Сотрудники Приволжского гидрометцентра рассказали, что нередко в разных районах города контейнеры с мусором бывают переполнены. Рядом стоит старая мебель и строительный мусор. Рядом с этими площадками еще куча из домов вывозит, всякие диваны складывают. Как вот с этим быть? Потому что приезжает машина, вывозит мусор, а крупнокабаритный остается рядом с этими баками. Как с этим решить проблемы? Диванов быть не должно. Диваны, окна, рамы, двери должны вывозить собственники, кто делает ремонт. Для этого нанимается техника, заключается договор. Тем не менее, рассказала глава города, муниципальные власти проводят переговоры с перевозчиком и тот вывозит строительный мусор. Кроме того, по инициативе главы региона Вячеслава Федорищева рекоператор будет заменен. Но эта процедура не быстрая. Прозвучал вопрос и о безопасности детских садов и школ Самары. Все абсолютно, 100% школ у нас заключили договора с частными охранными предприятиями. В обязательном порядке Росгвардии их проверяют, инструктируют и проводят тренировки. Пожарная сигнализация есть на 100% у наших заведений. Видеонаблюдение мы практически завершаем. Рамки металлодетекторов в школах абсолютно во всех. Во время встречи глава города Елена Лапушкина вручила грамоты и цветы лучшим сотрудникам Привожского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и поздравила с праздником. В этом году Всероссийская служба гидромета отметила 190 лет со дня создания. Светлана Кудрявцева, Виктория Шарая, Константин Головин. События. В самарских школах прошли всероссийские учения под действием работников в случае различных чрезвычайных ситуаций. В них приняли участие и сотрудники 148-й школы. О чем они узнали и чему научились, выяснили наши корреспонденты. Более полутора тысяч учеников получают знания в самарской 148-й школе. В сентябре она откроет двери для 150 первоклассников. В преддверии начала учебного года в образовательном учреждении прошли всероссийские учения по антитеррористической безопасности. Для сотрудников школы провели инструктаж. Отработали два сценария действий при захвате заложников с ликвидацией охраны и при воздушной тревоге. Несомненно, данные учения важны. Они имеют очень важную роль, потому что образовательные учреждения посещают дети, наши с вами дети, и мы должны быть уверены, что наши дети находятся в безопасности. Такие учения проводятся на всей территории Российской Федерации. Несмотря на то, что в каждой школе есть свой алгоритм действий в нештатной ситуации, закреплять знания о поведении в режиме ЧАЭС необходимо. Впоследствии педагоги инструктируют детей по такому алгоритму. Основная задача, чтобы это было отработано, скажем так, до автоматизма, и если, не дай бог, это случится в жизни, чтобы каждый сотрудник, каждый ребенок уверенно понимали, кто куда направляется, за что отвечает, кто вызывает правоохранительные органы и так далее. Весь персонал понимает степень ответственности, что это очень нужно, потому что нужно это пропустить через себя, чтобы обеспечить безопасность для наших учеников и детей, и сотрудников школы. В учениях приняли участие сотрудники МВД, Росгвардии, МЧС, администрации Самары и городского департамента образования. Елизавета Прокопенкова, Полина Чулякова, Григорий Плешаков. События. Красный свет, дороги нет. Не играй с огнем, никуда не уходи с чужими людьми. Эти и другие правила – основа детской безопасности. А обеспечить эту безопасность – ответственность родителей. Какие знания нужно вложить в голову ребенку, каким навыком обучить и как это сделать – в преддверии нового учебного года расскажем в нашем сюжете. Научить взаимодействию с окружающим миром, предостеречь от опасностей и воспитать чувство самосохранения. На плечи родителей ложится непростая задача. Жители Самары поделились, как и что о безопасности они рассказывают своим детям. Если ребенок заблудился, потерялся, ну не то что заблудился, отстал, например, от взрослых, чтобы он стоял на месте, что его родители всегда найдут, пусть он остановится по дороге, ни в коем случае не идет с кем-то. Родители всегда найдут ребенка. Если вдруг создается такая ситуация именно, и вы ее видите, то лучше сразу, конечно, детям объяснить. То есть мы идем, ну, прохожий что-то сделал не так, я объясняю, что вот видишь, он как поступил. Это неправильно, правильно вот так поступить. То есть когда наглядно, дети быстрее понимают. Для меня самое важное, это чтобы ребенок говорил все время все честно, о том, где он находится, что он делает. Если есть вот этот контакт и честность, то уже, конечно, можно с ним, опять же, честно поговорить, сказать, что вот это не надо. Если что-то случилось, там, иди ко мне. Проговариваем, конечно, показываем. Мультики у нас есть специальные. Мы рассказываем про то, например, как правильно переходить дорогу. То есть мы показываем, на какой светофор сигнал можно переходить. Когда, например, горит зеленый, нужно все равно убедиться, то есть не будет ли такого, что водитель, например, засмотрелся, зазевался. Психологи советуют начинать говорить с ребенком о безопасности с самого раннего возраста. На помощь приходят тематические сказки и мультфильмы. Сейчас очень много и книг, и мультфильмов, да, как раз на эту тему. Вот можно обсуждать с ребенком, смотреть эти мультфильмы, потом обсуждать, да, что сделал герой, правильно ли неправильно он поступил. То есть дети вот опосредственно через вот как раз героев там мультфильмов в каком-то возрасте даже лучше воспринимаются. Рассказывать о безопасности детям нужно систематично, постоянно повторяя и проговаривая основные вещи. Понимание формируется не сразу, отмечают психологи. Запугивать и рассказывать страшные истории не стоит. Это формирует у ребенка недоверие к миру. Не стоит именно запугивать детей, да, говоря вот о всех этих страхах, которые... Они действительно есть, да, в нашей жизни, но тогда мы показываем только одну сторону. Вот важно говорить правду, что есть те люди, которые желают нам добра, а есть те люди, которые, ну, желают там зла. Очень важно детям, ну, сказать правило трех Н. Это никогда, никуда, ни с кем не уходить. И если взрослый человек на улице у ребенка, ну, предлагает что-то интересное посмотреть, да, или просит ему помочь, то ребенок должен не вступая ни в какую коммуникацию, просто молча отвернуться и уйти к знакомым людям. Если на улице кто-то подходит к ребенку и просит в чем-то помочь, отказать бывает сложно, особенно когда незнакомец красноречив и обладает актерскими способностями. Психологи напоминают родителям и просят рассказать детям. Если взрослому человеку действительно понадобится помощь, он не станет ее просить у ребенка. Реакция на такую просьбу должна быть однозначной, не отвечая, развернуться и уйти. Однако одной теории и обсуждений недостаточно, считают эксперты. Обязательный этап – отработка действий на практике. Все, что касается безопасности, должно быть доведено до автоматизма. Безопасности в городской среде следует уделить особое внимание. В ход идут гаджеты с функцией геолокации и родительским контролем. Но и они не спасают от необдуманных действий. По статистике, от 70 до 80% детей уходят с детской площадки за чужими людьми. Чтобы обезопаситься, эксперты советуют один прием. Входится кодовое слово, и когда ребенок его спрашивает на отклик, соответственно, если он не получает тот ответ, он никаких действий не производит. Надо определить, что такое агрессия. Надо определить, чтобы ребенок понимал, что такое насилие. Потому что насилие иногда бывает достаточно латентным. Когда, например, человек, ему говорят, подойди сюда, в такой утвердительной форме, а он этого сделать не хочет, ему дальше продолжают. То есть любое против его воли действие – это уже начинающийся, раскручивающийся маховик насилия. По словам экспертов, ребенок должен знать простой алгоритм действий. Перейти в безопасное место, обратиться к безопасному взрослому, родителям или сотруднику полиции. Это поможет избежать неприятностей. Но ребенок должен четко знать схему действий. У него не должно быть никакой каши, он не должен принимать какие-то сложные решения. И при этом самый главный момент – это начало вот этой вот развития угрозы, определить ее. По словам экспертов, сегодня в числе потенциальных источников угрозы детской безопасности – всемирная сеть. Родителям нужно фильтровать контент и научить детей основным правилам информационной гигиены. Не делиться личными данными, опасаться незнакомцев, использовать только официальные сайты и в случае возникновения угрозы – обращаться за помощью к родителям. Галина Топилина, Николай Сидоров, Григорий Плешаков, Константин Головин. События. Отчитались об исполнении городского бюджета за первое полугодие и внесли изменения на дальнейший период. В Городской Думе прошло заседание парламента. Какие статьи расходов пополнились и каких изменений в жизни города ждать самарцам – расскажем в нашем сюжете. На расширенном заседании парламента депутаты Городской Думы заслушали отчет замглавы города, руководителя Департамента финансов и администрации Оксаны Даниловой об исполнении городского бюджета за первое полугодие. Кассовые расходы составили 42% к годовому плану. Доходы исполнены на 44%, что выше показателей аналогичного периода прошлого года. Поступление доходов в бюджет в целом и поступление собственных доходов характеризуется положительной динамикой. По сравнению с первым полугодием 2023 года произошел рост доходов на общую сумму 488 миллионов рублей или 2% за счет роста налоговых и неналоговых доходов. Удельный вес в общем объеме доходов составляет 51%. Решением Думы внесены изменения в городской бюджет на текущий год и плановые периоды. Учли поступление из вышестоящих бюджетов. Большая доля финансирования досталась транспортной отрасли. Те слова, которые исходят от руководителя региона, те планы, которые выстраиваются, они сегодня подтверждаются именно финансовыми ресурсами. В первую очередь это приобретение подвижного состава для наземного электрического транспорта, то есть по трамваям, свыше 2 миллиардов рублей. То есть это серьезная инвестиция, которая в том числе будет пролонгирована и на 2025-2026 годы. Помимо транспортной сферы изменения в бюджете коснулись увеличения финансирования и таких статей бюджета, как благоустройство общественных территорий, осуществление дорожной деятельности, переселение граждан из аварийного жилья, капитальный ремонт образовательных учреждений, осуществление образовательной деятельности. Изменения все направлены на улучшение качества жизни граждан, на улучшение комфортности и облика нашего города. И мероприятия, которые будут проводиться до конца календарного финансового года, они тоже сегодня нашли свое отражение. Особое внимание парламентарии уделяют реализации нацпроектов на территории Самары. К поддержке социально незащищенных слоев населения, инвалидов, участников СВО и их семей. Это тоже нашло свое отражение в новой редакции бюджета. Галина Топилина, Игорь Казановский, События. В Самаре общая готовность городского хозяйства к холодам составляет 98%. Одна из задач – ремонт и модернизация теплотрасс. В текущем году в Самаре обновляют 28 километров тепловых сетей. Это 24 объекта в разных районах города. На сегодняшний день большинство работ находятся на стадии завершения. Монтажные схемы собраны, на участках производят земляные работы, приступают к восстановлению благоустройства. Особое внимание при подготовке к осенне-зимнему периоду и отопительному сезону уделяют объектам социальной инфраструктуры – школам, детским садам, медицинским и другим учреждениям. Уже сейчас составляют графики пуска отопления, чтобы в дальнейшем данный процесс прошел планомерно. Кроме того, формируют график переврезок уже обновленных теплотрасс, переподключений зданий с временных конструкций на постоянные схемы. Для этого горячую воду будут отключать менее чем на сутки, чтобы перезапустить теплоноситель. Ресурсоснабжающие организации сделают это с минимальными неудобствами для горожан. Трасса готова, то есть подготовились к переврезке на перезапуск на новую уже трубу в основном. И сейчас просто согласовывали время, то есть есть 1 сентября, значит мы должны понимать, или мы успеваем до 1 сентября эту работу провести, чтобы не оставить потребителей, в том числе и учащихся, чтобы горячая вода у всех была. Или, когда уже начнется учебный год, безболезненно в течение 23 часов провести данную работу. Также в этом году в рамках подготовки к отопительному сезону разработаны специальные чек-листы проверок зданий. Они напоминают о порядке проводимых процедур, какие акты нужно заполнять и какие участки проверять. Если управляющие компании будут проводить проверки с нарушениями, либо сообщать недостоверные данные, то их будут штрафовать. Специалисты районных администраций оценивают элементы, включенные в тепловой контур многоквартирных домов. Это оконные и дверные проемы, кровли и отопительные системы. Более 80% домов уже проверили. Замечания отрабатываются совместно с управляющими компаниями. Всего по состоянию на сегодняшний день именно тепловые узлы осталось подготовить всего в 47 многоквартирных домах. Параллельно с этим ответственные лица будут продолжать вносить актуальную информацию в электронную систему ГИС ЖКХ. В Самаре продолжается ремонт дворов в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Сейчас идут работы во дворе дома номер 10 по улице Зеленой в поселке Управленческий. Наша съемочная группа наблюдала за процессом. Масштабное благоустройство двора развернулось возле дома номер 10 на улице Зеленой. Здесь была создана новая детская площадка площадью 237 квадратных метров. На ней уже установлен современный игровой комплекс, спортивный уголок с тремя новыми тренажерами и качели. Для безопасности детей уложили резиновое покрытие, выполненное в двух цветах. Кроме того, установили новые скамейки, мусорные контейнеры и ограждения. Здесь был пустырь. Ну, просто росла трава. Вот у нас на заднем плане там лежит старая горка. Мы ее убрали, да, и все. И одинокая песочница. Вот сейчас мы наслаждаемся вот этим. Очень нравится, что жители сразу включились после установки нашей спортивной площадки, сразу включились в деятельность. Они стали предлагать, нам еще надо столик для тенниса поставить. То есть мы уже нашли где-то средства, где это все сделаем. Цветы стали сажать, кустарники, траву будут сажать весной. Все работы подрядчик ведет в тесном взаимодействии с местными жителями. До того, как начинать строительство, мы приезжали сюда, показывали проект, схему, согласовывали, чтобы было комфортно, чтобы жители видели то, что мы им должны установить. Параллельно выполняются работы по ремонту внутридворового проезда. Ведется укладка асфальтобетонного покрытия, обновление тротуаров и создание парковочных карманов площадью 40 квадратных метров. Всего в Самаре в рамках нацпроекта благоустраивается 51 двор. Из них 5 комплексно преображаются в Красноглинском районе. Идут работы и по другим программам. По программе содействия в этом году у нас будут реализованы 3 площадки. Это площадка для выгула собак на Кузнецово, рядом с стадионом. Также будет реализован проект спортивной площадки «Калды» совместно с футбольным полем. Там будет искусственное газонное покрытие и ограждение «Калды». Также уже практически на этапе завершения проекта по устройству амфитеатра. А в крутых ключах на Золотухино-42. В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» работы также активно проводятся по адресам Лозо 1729, Копчевская 5 и Симферопольская 2, где благоустройство уже подходит к завершению. Августина Охременко, Валерий Майоров, События. С сентября в Самаре изменится график дачных перевозок. По информации Департамента транспорта, с первого дня осени автобусы по дачным маршрутам будут начинать движение на час позже, а завершать на час раньше, чем летом. При этом дачные перевозки, как и прежде, будут выполняться по средам, пятницам и выходным дням. Новое расписание будет действовать до 30 сентября. В октябре автобусы будут ходить к дачным массивам только по субботам и воскресеньям. Центр занятости населения помогает в подборе кадров работодателям. Для них проводятся ярмарки вакансий и существуют программы поддержки. Например, при устройстве граждан до 30 лет работодателю компенсируют три минимальных размера оплаты труда и страховые выплаты. Чем помогает Центр занятости, расскажет Елизавета Прокопенкова. Александр Курченко искал себе новую работу. Решил пойти по стопам отца и деда, устроился водителем. За рулем он уже 12 лет. Рассказывает, профессия нравится из-за общения с людьми и слаженного коллектива. Приятно работать, когда хорошее руководство, хорошая заработка на достойную оплату. Это стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Работая здесь, у меня семья, двое детей, супруга. Ни в чем не нуждаются абсолютно. Устроиться на эту работу Александру помог Центр занятости. Там все объяснили, ответили на вопросы и организовали встречу с перевозчиком. Центр занятости поддерживает как соискателей, так и работодателей. Например, при устройстве граждан до 30 лет работодателю компенсируют три минимальных размера оплаты труда и страховые выплаты. Предприятие мы также поддерживаем в рамках проведения различных мероприятий. Ближайшее мероприятие состоится 12 сентября. Это мероприятие для промышленных предприятий. Это будет ярмарка вакансий. Мы приглашаем работодателей принять участие, а также граждан, которые ищут работу или являются безработными. В подобной ярмарке участвовал и перевозчик, который работает по муниципальному заказу на муниципальных маршрутах. Сейчас на предприятие требуются водители. Специалистам предлагают стабильную зарплату, материальную помощь в тяжелых жизненных ситуациях, путевке в санатории. Служба занятости с нами каждый день на связи. Мы участвуем в различных мероприятиях, выставках, в днях открытых дверей. Ну а для тех, кто хочет связать свою жизнь с общественным транспортом, мы хотим сказать, что приходите в наш коллектив. У нас дружный коллектив. Приглашаем молодежь. Для молодых специалистов в Самарской области существуют разные меры поддержки. Компенсация затрат на обучение и научно-исследовательскую деятельность. Компенсация расходов за съемное жилье и частичная компенсация затрат на оплату по ипотеке. За поддержку необходимо обратиться в течение 12 месяцев с момента трудоустройства. Елизавета Прокопенкова, Сергей Баскин. События. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они сегодня писали на своих информационных площадках. Телеграм-канал городской администрации Вести с Дворянской рассказывает, чем этот день запомнился в истории Самары. 29 августа 1885 года в столице губернии состоялась закладка зданий городского противопожарного водопровода и началась прокладка водопроводных труб. Департамент экономического развития, инвестиций и торговли информирует в своем телеграм-канале, что продолжает прием документов на получение предпринимателями грантов на возмещение уплаченных процентов по действующему кредиту в размере до 400 тысяч рублей. По вопросам получения субсидий можно получить консультацию по телефону 333-58-47 или по адресу город Самара, улица Галактионовская, дом 25, кабинет 6. Подать документы необходимо до 30 сентября этого года. В Железнодорожном районе на встрече Общественного совета разобрали вопросы волнующих граждан, затронули темы ремонта дорог и неудовлетворительного состояния контейнерных площадок. Для оперативного решения подобных вопросов рассказали собравшимся о возможных методах взаимодействия собственников жилых помещений с управляющими компаниями. Подобный открытый разговор с населением помогает выявлять проблемы и потребности жителей, пишет телеграм-канал Железнодорожного района. Телеграм-канал Октябрьского района сообщает, что завершились встречи с юными читателями, участниками библиодвориков. Детская библиотека номер 10 провела с ребятами театрально-игровую мастерскую, последнюю в этом сезоне. Сначала ребята были художниками-декораторами и раскрашивали бумажных героев из сказки «Теремок». Потом фигурки прикрепили к деревянным палочкам и получились настоящие куклы для кукольного представления. Перед спектаклем участники размялись на танцевальном мастер-классе. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС в нашем телеграм-канале, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. До свидания. Всего вам доброго. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»